Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Весть Карачаева Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с командующим Северокавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации Сергеем Захаровым, назначенным на эту должность указом президента России. В сторону обсудили ряд вопросов, касающихся взаимодействия, а также работы управления по Карачаевой Черкесии. В частности, рассмотрели задачи, поставленные руководством страны обеспечения безопасности граждан. Обозначили ряд мер, направленных на повышение эффективности совместной работы. В северной части Уйджигуты строительные бригады «Газпром» и «Газораспределение Черкесии» приступили к работам по прокладке газопровода среднего и низкого давления. Напомним, вопрос газоснабжения данного участка на недавней прямой линии президента Владимира Путина подняла жительница нашей республики Роза Капушева. Газификация микрорайона Северной Уйджигуты по плану была намечена к 2022 году. Форсировать начало строительства уличной сети газопровода удалось благодаря активному содействию главы Рашида Тимрезова. Ахмад Халкечев продолжит. Проектно-изыскательские работы по газификации микрорайона Северной Уйджигуты, начатые еще в прошлом году, были завершены недавно. Ну а к самой уличной сети планировалось приступить в начале наступающего года. На сегодняшний день разработана вся схема газоснабжения территории. Будет газифицирована 1082 земельных участка. Общая протяженность газопровода составит без малого 5,5 километров. В данный момент здесь заселены 348 домов, из которых газу подключены 58. Планировалось работы начать в 2022 году. По результатам переговоров генерального директора «Газпром» и «Жегионгаз» Сергея Густава с главой Карачаева Черкесской Республики Рашидом Тимрезовым, было принято решение ускориться и начать эти работы вот уже сейчас. Для жителей газификация, то есть доведение газопровода до участка будет бесплатной, как и предусматривает 184-й федеральный закон. Отсутствие инженерной инфраструктуры, в свою очередь, тормозило развитие северной части райцентра в целом. Сейчас данный микрорайон заселен лишь на 20-25%. Как отметил замглавы городской администрации у Джугуты Хасан Айбасов, решение вопроса газификации потянет за собой полномасштабное развитие всей территории. По мере заселенности здесь планируется строительство объектов социального значения, таких как школы и детские сады. «Будет довольно большой приток людей, проживающих там, и необходимо, конечно, уже поднимать социальную инфраструктуру. Земли зарезервированы под детский сад, школу. Я надеюсь, это тоже будет не за горами. В ближайших нескольких лет вопрос будет решаться». Завершить работу планируется до начала отопительного сезона. Эту зиму жители северной части у Джугуты встретят в теплых, отапливаемых голубым топливом домах. «Когда я дозвонилась, конечно же, я знала, что делать сделается, что газ будет. Но не ожидала, что так быстро. Вот сейчас рада, счастлива. Ну и как все наши жители, надеемся, что к зиме уже газ у нас будет уже в доме». Ахмад Халкесчев, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Джугута. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 21 065 человек. Из них 20 400 выздоровели, 462 человека госпитализированы. Сотрудники полиции раскрыли убийство в станице Сторожевой по горячим следам. 3 июля ранним отделом утром в отдел полиции Зеленчукский поступило сообщение в том, что на территории своего домовладения в станице Сторожевой обнаружен труп 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники уголовно-розыска и участковые по горячим следам установили подозреваемого в совершении данного преступления. Это 45-летний мужчина, временно проживающий в станице Зеленчукская. Он задержан, выдворен в изолятор временного содержания. В отношении чего в межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по статье убийства. Подозреваемый дал признательные показания. Сотрудники полиции обеспечивают оперативное сопровождение расследования уголовного дела. Ну а сейчас время прогноза погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии кратковременные дощи гроза в отдельных районах сильные, с градом и шквалистым ветром до 27 метров в секунду. Ветер северо-восточный 5-10, температура ночью 12-17, в горах до плюс 11, а днем 22-27 и в горах местами 16-21. В Черкесске кратковременные дощи гроза, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днем 25-27 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это Большие Вести в прямом эфире и мы продолжаем. В общественной палате прошел круглый стол, посвященный всероссийской переписи населения 21 в рамках проекта «Автопортрет Северного Кавказа». На заседании обсудили различные вопросы, касающиеся запланированной работы. Тему продолжит Аслан Гирюгов. Лаборатория общественных проектов при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Автопортрет Северного Кавказа». Он направлен на проведение общественного мониторинга всероссийской переписи населения 2021 года, которое пройдет с 1 по 31 октября. Данное мероприятие организовано Министерством Карачаева-Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати. Цель данного проекта – обеспечение конструктивного диалога между экспертными сообществами и представителями этнонациональных групп Северного Кавказа. В начале заседания участникам подобно рассказали о проекте «Автопортрет Северного Кавказа». Суть проекта в том, чтобы уже на дальних рубежах, загодя до основного этапа проведения переписи населения, мы могли бы обменяться контактами, создать некое экспертное сообщество не только республиканского, но и окружного масштаба, масштабах Северокавказского федерального округа, и предупреждать те или иные риски, собирать информацию о потенциально возможных неточностях. На заседании обсуждались различные темы, связанные со спецификой проведения переписи населения в Карачаево-Черкесии. Было отмечено, что предстоит подойти к работе осторожно, ведь все еще сохраняется угроза распространения коронавируса. В этом году принять участие в переписи можно будет дистанционно, зарегистрировавшись на портале госуслуг и заполнив переписной лист самостоятельно. Как отметили участники заседания, данный способ должен заинтересовать жителей республики. Также они отметили, что заполнение занимает около 20 минут. На сегодняшний день выполнен колоссальный объем подготовительных работ, и за оставшиеся три месяца необходимо обеспечить 100% готовность к проведению переписи населения в республике. Предстоит подбор временного переписного персонала, переписчиков и контролеров. К переписи необходимо привлечь и обучить более тысячи переписчиков. Именно им предстоит обойти все жилые помещения, а также перепись населения на стационарных участках. Особенностью предстоящей переписи станет применение цифровых технологий на всех этапах ее проведения. Вся технологическая база для проведения цифровой переписи уже имеется. Получены планшетные компьютеры и необходимые программные обеспечения для последующей обработки данных. В ближайшее время будут подготавливать специалистов в различных направлениях, чтобы данная процедура прошла успешно. Завершилось заседание пресс-конференции, на которой спикеры отвечали на самые интересные вопросы. Аслан Гирюгов, Роберт Джугутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, разводили голубей. Но когда пришел час испытаний, они доказали, каким огромным может стать обыкновенное маленькое детское сердце, когда в нем разгорается боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам. И никто не ожидал, что именно эти мальчишки и девчонки способны совершить великий подвиг во славу свободы своей родины. Одним из них был Дима Юрченко, молодой партизан, который вписал свое имя в героическую историю страны. О молодом бойце и людях, трепетно чтущих память солдат, расскажет Фатима Даурова. Кровавые пять месяцев с августа 1942 года по январь 1943 года Карачаево-Черкесия находилась в немецкой оккупации. Бойцы Красной Армии вышли на защиту родных земель. Но, как известно, война не делит людей на возрастные категории. Вместе с ними из-за школьных парт встали дети и вышли на свой смертельный бой. Среди них был и 14-летний Дима Юрченко. История Димы Юрченко, уроженца Ось-Жигуты, чудовищно схожа с сотнями других детей и подростков. Юные герои, поступки которых совсем не ввяжутся с их возрастом. Они делали это, не думая о рисках, о возможности попасть в плен, о медалях и наградах. Они искренне хотели помочь, хоть и понимали, что эта школа войны может стать для них последней. Перед началом митинга участники автопробега провели субботник на месте захоронения героя. Территорию в считанные минуты привели в порядок. Убрали разросшиеся сорняки и подмели. Живописное Аксаутское ущелье. Два берега, горные речки неразрывно связаны с последними минутами жизни Димы. На одном берегу он совершил подвиг, вписавший его имя в историю. А на другом нашел вечный покой и последнее пристанище. Пока школьник отстреливался, нашим удалось уйти вот туда наверх. Но немцы, вплотную приблизившись к Диме, приняли его за погибшего. И вот тогда Диме удалось осуществить свой последний план. Его рука уже лежала на спусковом крючке противотанковой мины. Несколько секунд и раздался взрыв. Дима погиб, унося с собой жизни врагов. А на этом месте стоит обелиск в дань памяти юному герою. Роза Аубикировна-Чучаева, лидер Зеленчукского районного отделения партии КПРФ, открывая митинг, посвященный 80-летней годовщине со дня начала Отечественной войны, еще раз подчеркнула значимость сохранения живой памяти в сердцах людей. Мы вспоминаем миллионы людей, сложивших свои головы на полях сражений с фашистскими захватчиками. Герои, отдавшие свои жизни за будущее поколение. Вечная память. Они навсегда останутся в наших сердцах и душах. Торжественным моментом стало вручение комсомольского билета и прикрепление отличительного значка комсомольца на грудь старшекласснику Алексею Руденко. Ветеран космодрома Байконур Николай Шолухов лично принял в ряды молодежной организации Алексея. А уже став комсомольцем, он передал эстафетную палочку своему юному другу Максиму Старокожеву, повязав ему на шею красный галстук, выпущенный еще в СССР. Уже после церемонии Алексей поделился своими эмоциями. Для меня это большая честь, потому что в комсомольской организации было много ребят, которые защищали мою родину, строили города, возводили энергетические объекты, строили БАМ. Участники акции не в первый раз посещают памятники и обелиски, установленные солдатам Великой Отечественной войны. Они считают своим долгом следить за их состоянием и приводить их в порядок, если это необходимо. Это были дети, это были партизаны. Дима Юрченко, совершенно молодой человек. Это была Крымхан Мижева, это была Залиха Тыркенова, пулеметчица партизанского отряда. Это была Надя Кицерова, жительница Хасаут Греческого. Это молодежь была, это Наташа Голоколосова из Урубского района. Они все были участники партизанских отрядов. Это все были молодые люди, практически дети. «Мне кажется порою, что солдаты, Страва, не пришедшие в поле, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей». Белым журавлем взмыл в небо и Дима Юрченко. Композиция обелиска, установленного на месте гибели, Передает момент оглушительного взрыва. Взметнувшая ввысь пылающая земля и осколки. И душа ребенка, улетевшая в поднебесье. Мать Димы, Варвара Николаевна, Исходила все горные тропы, Спрашивая у пастухов хоть какую-нибудь информацию о своем сыне. Но, к сожалению, ничего не было известно До тех пор, пока друг Димы, Генет Амилин, Не узнал у местного лесника Якуба Подробности гибели своего друга. И вот только тогда мать смогла прийти на место гибели И преклониться, и оплакать своего сына. Памятник 14-летнему солдату стоит и на территории Одной из школ станицы Кордоникской. С гранитного монумента на нас смотрит Дима Юрченко. Обыкновенный мальчишка. Один из тысячи примеров беспримерного детского мужества. Юный герой Великой Отечественной войны. Фатима Дорова, Мухаммед Ашебоков. Вести. Карачаево-Черкесия. Зеленчукский район. Таким был вторник Карачаева-Черкесии. По окончанию больших вестей смотрите чемпионат Европы по футболу. Матч Италия-Испания. Приятного просмотра и ждите вестей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok